Давний комент касается Виктора Цоя. Пишет наш зритель, что «как же так? Думал, что вы что-нибудь от Цои скажете. Все даты прошли. Ну, понятное дело, и день рождения прошёл, и дата гибели прошла, а вы так о нём ничего и не сказали». Ну, простите, пожалуйста, не думал, честно говоря, что вы от меня это ожидали, но готов сказать. От Цои я вообще готов говорить не только по праздничным или трагическим датам, но и вообще всегда, поскольку очень его люблю, и моим другом он был. И, в общем, что тут говорить. Виктор Цоя – это, ну, если не наше совсем всё, то, по крайней мере, наше очень и очень многое. Никаких новостей от Цои сообщить, в общем-то, не могу. Извините, пожалуйста. Знаю, что закончились сейчас, точнее, прервались съёмки фильма «Лето», в котором режиссёр Кирилл Серебренников повествует о событиях «Лето» 1982 года, дебют Цоя, «Романтические денёчки». Я читал сценарий этого фильма. Более того, я в нём даже и снялся в роли самого себя, хотя меня в молодости там играет другой человек. Кроме того, режиссёр Алексей Учитель, наверное, второй по скандальности режиссёр в нашей стране, теперь благодаря фильму «Матильда», в будущем году приступает к съёмкам о Цоя тоже. Будет фильм о Цои, причём, в котором самого Цоя, как мне учитель говорил, самого Цоя там не будет. То есть самая главная проблема, где найти актёра на роль Цоя, эта проблема отпала. И Лёша Рыбинсу, основатель группы кино, тоже в будущем году планируют приступить к началу съёмок фильма о Цоя. Как этот фильм будет называться, я не знаю, но Лёшу Рыбину, естественно, кому ещё снимать фильмы про Цоя? Так, не Лёшу Рыбину, по кличке Рыба. Ну и последнее, что мог бы добавить, как видите, о Цои я тоже могу говорить долго и с большим удовольствием. Видите, Цои мне недавно приснился. Приснился на самом деле. Приснился, по-моему, я точно не помню, но, по-моему, во всяком случае, у меня этот сон очень ассоциируется с песней под названием «Солнечные дни». Помните, белая гадость лежит под окном, я ношу шапку и шерстяные носки, мне везде неуютно, пиво пить в лом. Да, и что же мне делать, чтобы предвидеть вас «Солнечные дни»? Ну вот, и Цои там, в этом самом моём сне, выглядел довольно странно. Он был в чёрных плавках, белой майке и на самом деле длинных полосатых такой ручной вязки шерстяных носках. Выглядело так, что ему действительно очень-очень зябко как-то и неуютно. В общем, безрадостно Цои выглядел. Вот остаётся думать, что этот сон мог бы означать. Ожидает ли нас холодная зима или, наоборот, ожидают нас солнечные дни. В принципе, вот сейчас, вот как раз, когда это всё снимается, дни стоят очень солнечные. Бабье лето тут у нас над землянкой правит бал. Так что, может быть, это было к этому. Вот такие у нас есть новости от Цои на сегодняшний день.